Ворошилов и другие выдвинувшиеся после революции командиры не хотели идти в подчинение к бывшим офицерам. Ворошилов на многие годы стал самым преданным помощником Сталина. Троцкий обращался к Сталину как к своему подчиненному, которому тот был лишь отчасти, приняв на себя обязанности член Реввоенсовета фронта. Иосиф Виссарион же был помимо этого наркомом и, главное, членом Политбюро. Поэтому считал себя равным Троцкому по положению и не желал ему подчиняться. Троцкий обратился в ЦК. Пленум ЦК 2 октября 1919 года поддержал Реввоенсовет и постановил вызвать Сталина к прямому проводу и указать ему, что подчинение Реввоенсовету абсолютно необходимо. Сталин и Ворошилов написали Ленину письмо, обвиняя Троцкого в том, что он грозит отдать все дела фронта и революции на юге в руки генерала Сытина. Человека не только ненужного на фронте, но и незаслуживающего доверия и потому вредного. Губить фронт ради одного ненадежного генерала мы, конечно, не согласны. Ленин их не поддержал и оставил в силе распоряжение председателя Реввоенсовета. Но тут уже потребовал наведение порядка Троцкий. Категорически настаиваю на отозвании Сталина. На Царицынском фронте неблагополучно, несмотря на избыток сил. Ворошилов может командовать полком, но не армией в 50 тысяч солдат. У нас успехи во всех армиях, кроме Южной, в особенности Царицынской, где у нас колоссальное превосходство сил, но полная анархия на верхах. Сталина вызвали в Москву, с ним разговаривал Ленин. Ильич в бешенстве сообщил Сталину Ворошилову. Сталин сгоряча подал в отставку с поста члена Реввоенсовета, но сообразил, что все проиграет, и пошел на попятные. Ленин телеграфировал Троцкому, что Сталин все же хочет продолжить действовать на Южном фронте, и снимает свое требование убрать командующего фронтом в Сытью. Ленин обратился к Троцкому с личной просьбой. Сообщая вам, Лев Давидович, обо всех этих заявлениях Сталина, я прошу вас обдумать и ответить, во-первых, Согласны ли вы объясниться лично со Сталином, для чего он согласен приехать? А во-вторых, считаете ли вы возможным на известных конкретных условиях устранить прежние трения и наладить совместную работу, чего так желает Сталин? Сталина и Ворошилов продолжали обвинять во всем военспецов и требовали заменить генштабистов коммунистами. Троцкий отвечал им. Больше всего вопят против использования офицеров, либо стоящие далеко от всей работы военного механизма, либо такие партийные деятели, которые сами хуже всякого саботажника, не умеют ни за чем присмотреть, странствуют, бездельничают, а когда проваливаются, взваливают вину на генштабистов. Натолкнувшись на сопротивление Троцкого, Сталин перестал с ним общаться и стал бомбардировать Ленина телеграммами, обвиняя председателя Реввоенсовета в том, что он запрещает партийному руководству вмешиваться в дела военных специалистов, которые в реальности контрреволюционеры, и тем самым губят фронт. Прошу пока не поздно унять Троцкого и поставить его в рамки, ибо боюсь, что сумасбродные приказы Троцкого, если они будут повторяться, отдавая все дело фронта в руки заслуживающих полного недоверия так называемых военных специалистов из буржуазии, внесут разлад между армией и командным составом и погубят фронт окончательно. Я уже не говорю о том, что Троцкий, вчера только вступивший в партию, старается учить меня партийной дисциплине, забыв, очевидно, что партийная дисциплина выражается не в формальных приказах, но прежде всего в классовых интересах пролетариата. Троцкий настоял на том, чтобы Сталина отозвали из Царицына. Зная болезненное самолюбие Сталина, за ним поехал секретарь ЦК Яков Михайлович Свердлов. В пути они все встретились. Свердлов стал осторожно предлагать Троцкому поговорить со Сталином, которого он увозил из Царицына. Встреча состоялась, но перемирием не закончилось. «Неужели вы хотите всех их выгнать?» спрашивал Сталин Троцкого, имея в виду свое царицинское окружение. «Они хорошие ребята. Эти хорошие ребята погубят революцию, которая не может ждать, доколе они выйдут из ребяческого возраста», твердо ответил ему председатель Реввоенсовета. «Ненависть, которая закончится только со смертью Троцкого». Отстраняя Сталина от принятия ключевых военных решений, председатель Реввоенсовета Республики не понимал, с каким опасным противником имеет дело. Самоуверенность – опасное качество. За оборону Петрограда Троцкого наградили недавно учрежденным орденом Красного Знамени. Постановление в ЦИК от 20 ноября 1919 года гласило. Лев Давид Чтроцкий, взяв на себя задачу организации Красной Армии, проявил в порученной ему работе неутомимость, несокрушимую энергию. Блестящие результаты увенчали его громадный труд. Товарищ Чтроцкий руководил Красной Армией не только из центра, но неизменно переносил свою работу на те участки фронта, где задача была всего труднее, с неизменным хладнокровием и истинным мужеством, идя наряду с героями-красноармейцами навстречу опасности. И тут же председатель Моссовета Лев Борисович Каменев, который в отсутствие Ленина вел заседание Политбюро, предложил наградить орденом и Сталина. «За что?» – спросил простодушный председатель в ЦИК Михаил Иванович Калинин. «За что Сталином орден? Не могу понять». В перерыве Николай Иванович Бухарин, главный редактор «Правды», стал вразумлять Калинина. «Как же ты не понимаешь?» «Это Ильич придумал. Сталин не может жить, если у него нет чего-нибудь, что есть у другого. Он этого не простит». Ленин уже не надеялся помирить двух самых важных членов Политбюро, но старался, по крайней мере, избежать их прямого столкновения. На процедуру награждения в Большой театр Иосиф Виссарионович не пришел. На этом празднике был только один герой – Троцкий, вождь Красной Армии. Сталин не хотел присутствовать на торжестве человека, которого не найдет. Из войны Лев Троцкий вышел в ореоле победителя. Он создал Красную Армию, он разгромил Белую Армию и обеспечил безопасность страны. Всю войну он провел на фронтах. Его поезд стремительно перемещался по стране. Троцкий отправлялся туда, где революции грозила опасность. Никто не мог отказать ему в смелости и решительности. Когда в Саратове восстала Уральская дивизия, Ленин и Свердлов попросили Троцкого немедленно отправиться туда, ибо ваше появление на фронте производит действия на солдат и на всю армию. Троцкому нравилась созданная им военная машина. Ему импонировала свойственная профессиональным военным дисциплина и четкость. Американец Арманд Хаммер через несколько десятилетий вспоминал, как он попал на прием к наркому Троцкому. Военное ведомство разительно отличалось от всех остальных советских учреждений. Скучающие сотрудники не курили в коридорах, все были заняты своим делом, царили чистота и порядок. Ни окурков на полу, ни грязных стаканов на заваленных бумагами столах. Лев Давидж был вторым человеком в стране, и в советских учреждениях висели два портрета – Ленина и Троцкого. В те годы даже школьные тетрадки выпускались с портретом Троцкого, и цитаты взяты из одной из его речей – «Грызите молодыми зубами гранит науки». Ленин доверял ему полностью. Летом 19-го Ленин сделал фантастический для такого хладнокровного человека жест. Он взял бланк председателя Совета народных комиссаров и написал на нем. «Товарищи, зная строгий характер распоряжений ТОВ Троцкого, я настолько убежден, в абсолютной степени убежден, в правильности, целесообразности и необходимости для пользы дела, даваемого ТОВ Троцким распоряжения, что поддерживаю это распоряжение всецело». Ленин сказал Троцкому, «Я вам даю такой бланк и могу дать их вам сколько угодно, потому что я ваши решения заранее одобряю. Вы можете написать на этом бланке любое решение, и оно уже утверждено моей помощью». Записку Ленина Троцкий после смерти Владимира Ильича в 1925 году сдал в институт Ленина. Так что этот пример невиданного доверия Ленина к Троцкому не вымысил. «Об отношении Ленина к Троцкому лучше всего говорят слова самого Ленина, записанные Горьким. А вот указали бы другого человека, который способен в год организовать почти образцовую армию, да еще завоевать уважение военных специалистов. У нас такой человек есть. Да-да, я знаю. Там что-то врут о моих отношениях к нему. Врут много. И кажется, особенно много обо мне и Троцкому». 26 мая 1922 года у Ленина случился удар. Частичный паралич правой руки и правой ноги. Расстройство речи. В узком кругу Сталин хладнокровно сказал «Ленину капут». Иосиф Виссарионович поторопился. После первого удара Ленин отправился, но к полноценной работе уже не вернулся. Все партийное хозяйство оказалось в руках Сталина. И Ленин быстро почувствовал, что ему не на кого опереться. В эти месяцы Владимир Ильич обращается к Троцкому как единственному союзнику-единомышленнику. Нетрудно заметить разительный контраст между Троцким и Лениным. Уже смертельно больной Владимир Ильич, несмотря на строжайшие запреты врачей, пытался участвовать в политической жизни страны и влиять на нее. Троцкий же, заболев, решительно отдаляется от всех дел, размышляет, вспоминает, пишет книги. Ленин рвется к делу. Троцкий охотно принимает рекомендации врачей отдыхать и лечиться. Почему Троцкий вел себя так вяло и безинициативно, когда Ленин фактически выталкивал его вперед? Председатель Реввоенсовета по-настоящему не стремился к первой роли. Ему нравилась его роль мудреца, который с недосягаемой вершины взирает на происходящее. Он не был охвачен этой неутихающей страстью к власти, поэтому и проиграл в той острой борьбе, которая развернулась в Москве. На 12-м съезде выступление Троцкого было встречено такой бурной овацией, таким длительным, несмолкаемым громом аплодисментов, что члены политбюро позеленели от зависти и злобы. А Ворошилов сказал, что подобные овации просто неприличны, так можно встречать только Ленина. Увидев, как вслед за Троцким в зал заседания входит член ЦК Карл Радок, Ворошилов сказал, вот идет лев, а за ним его хвост. Остроумный Радок ответил ему четверостишим. У Ворошилова тупая голова, все мысли в кучу свалены, и лучше быть хвостом у льва, чем задницей у Сталина. Делегации, которые приходили приветствовать съезд, провозглашали. Да здравствуют наши вожди Ленин и Троцкий. Имя Сталина они не вспоминали. Троцкий видел в этом признание партией его таланта и авторитета. А Сталин и другие твердо решили, что от Троцкого нужно избавиться. После 12-го съезда Сталин и его сторонники повели против председателя РФ-военсовета открытую борьбу. Троцкий, окруженный множеством восторженных поклонников, не считал нужным готовить себе базу поддержки. Он не понимал, что это необходимо. За послереволюционные годы он привык к аплодисментам, восторженного приема, восхвалениям, и считал, что так будет всегда. Все комсомольские поэты первого поколения, вспоминал писатель Семен Липкин, как и весь тогдашний комсомол, были обворожены Троцким. В те годы Троцкий завораживал молодежь, строившую новую, как ей казалось, жизнь. Поэт Александр Безыменский гордо заявлял, «Я грудь распахну по-матросски и крикну, да здравствует Троцкий!». Конечно, Троцкий с его громовым красноречием, с его романтической, в духе французской революции, страстностью, с его ролью героя, главнокомандующего Красной Армией, победителя белых, был образцом для тогдашних молодых людей в свои незрелые годы, ставших во главе фронтов, ЧК и прочих ответственных учреждений. Троцкий обладал даром увлекать за собой людей и не меньшим даром рождать врагов. Через много лет находившегося на пенсии Молотова спросили, каким был Троцкий как человек. Говорят, очень резкий, даже дерзкий в обращении. Когда его критиковали, ответил Вячеслав Михайлович, он был, конечно, и резкий, и дерзкий, но в своей среде у него были особые отношения. Там он умел ладить и был совсем не тот. Поэтому все зависело от политических отношений. Нашего брата, подчеркнул Молотов, показывая всем тоном, что наш брат был тогда совсем незначительным, он не жаловал. Нет, не жаловал. Троцкий считал себя неуязвимым и не обращал внимания на то, как быстро множатся когорты его неприятеля. Троцкий сторонился этих людей и демонстративно остался в одиночестве. Вхождение друг к другу в гости, прилежные посещения балета, коллективные выпивки, связанные с перемыванием косточек отсутствующих, никак не могли привлечь меня. Новая верхушка чувствовала, что я не подхожу к этому образу жизни. Меня даже не пытались привлечь к нему. По этой самой причине многие групповые беседы прекращались при моем появлении, и участники расходились с некоторым конфузом за себя и с некоторой враждебностью ко мне. Вот это и означало, если угодно, что я начал терять власть. В реальности его положение в партии зависело от Ленина. Когда Ленин умер, звезда Троцкого закатилась, потому что ничего не сделал ради удержания власти. Но об этом в следующий раз.